привет всем кто так долго нас ждал сегодня мы продолжаем работу над нашим зеленым человечком и продолжаем рисовать ремни для ремней я возьму данный цвет это танк green от валиха 70 71 уже что-то стерлось но цвет называется танк green он один такой серия model air краска в общем-то для аэрографов но я буду наносить ее кистью данную краску я уже использовал в предыдущих выпусках переходите список выпусков и находите итак прошлом мы остановились на ремешках и подбое вот этой нижней части ленте нашего бронежилета сегодня я вам покажу как покрасить или значит наносим везде танк green здесь в общем то надо смотреть какие цвета присутствуют на оригинальном бронежилете как какого цвета ремешки я выбрал такой на самом деле они разнятся очень сильно на фотографиях то есть они и от оливкового до такого зеленого мне нравится такой решил делать таким буду делать проходим по всем ремешком очень неудобно так показывать на камеру приходится скрючиваться а это все говорит о том что лампа которая дает такую хорошую картинку находится у меня практически на голове поэтому не посчитайте за труд после завершения нашего выпуска переходите в описание найдите там ссылку на донат ты жадный ублюдок друзья нарисовался у нас такой вопрос интелли интересно ли вам было бы посмотреть стримы или прямые включения с рабочего стола длительные то есть непосредственно рабочий процесс как он выглядит воочию и сколько времени на это требуется если данная тема вам интересно давайте соберем под этим видео 100 лайков если мы соберем 100 лайков мы подумаем о том как сделать стрим как сделать прямое включение с рабочего стола и будем общаться там и так я нанес на все вот эти линии обрамление или подбоя этого бронежилета сейчас они выглядят достаточно плоско их нужно скажем так выделить дать им объем для этого я буду использовать вот такой такую краску от фирмы цитаделл это бличит бон кремовый что ли до или костяной буду его добавлять в основной цвет понемножку и буду высветлять все эти полосочки сильно осветлять не буду чтобы нас не ушел основной цвет но немножко дам объема на всех этих полосках опять же не забываем о том что тонировочные оттенки нужно наносить слегка отступая и оставляя предыдущий оттенок и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нанесли первый тонировочный слой, ну или оттенок. Выглядит это сейчас вот так на всех деталях бронежилета. Возьмем еще немного и протонируем еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, нанесли второй слой. Еще немножечко сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На некоторых ремнях можно рисовать фактуру. Так сказать, плетение этих ремешков можно показывать точечками, полосочками. Если не получается, можно просто обозначать границы этих деталей. Ну, если сделать фактуру, она будет смотреться еще более интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на этом этапе, я думаю, можно оставить. Выглядит оно примерно так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на новые выпуски. Нажимаем кнопочку, колокольчик, ставим лайки. Заходим в группу ВКонтакте. Донатим. Ссылка в описании. Собираем на новое оборудование, которое будет нам помогать. Крутые выпуски еще круче делать. А, ну да, еще заходим. ВКонтакте я уже сказал. В Инстаграм заходим. Там подписываемся, ставим лайкушечки. Делаем репосты, друзьям показываем. Там бабушки, дедушки, моим папе. Пускай тоже подписывает и смотрит. Ну, все. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok